Нет ничего невозможного, если ты в конец охуел. Да, друзья, помните, в феврале этого года вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что в обсуждении между бизнесом и государством тогда шла тема разового добровольного взноса, общая сумма которого должна была составить 300 миллиардов рублей. Так вот, на этой неделе тот же Белоусов вдруг сообщил, что идея эта принадлежала бизнесу. В ответ на это бизнес сурово покачал головой и намекнул вице-премьеру, что кто-то в этом диалоге явно бредит. Так кто же? Попробуем разобраться сегодня. Это Вести без Киселева, совместный проект каналов Ермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля, и мы начинаем. Итак, сверхдоходы, которые получил российский бизнес в 2021 и 2022 годах, Белоусов честно предложил поделить с государственной казной, единомоментно пополнив ее сразу на 300 миллиардов рублей. И, казалось бы, очередная директива сверху, но нет. По словам все того же Белоусова, продемонстрировать патриотизм предприниматели решили сами. Внимание, цитата. Я вам открою большую тайну. Идея этого налога про 300 миллиардов принадлежит бизнесу, а не государству. Они же умные, информированные. Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы. Гигантские просто и больше, чем у бюджета. Поэтому они говорят, ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим. Конец цитаты. Дело осталось за малым определить, кто сколько сможет. Но вот президент Российского союза промышленников и предпринимателей с озвученным мнением Белоусова в корне не согласился, заявив, что бизнес хоть и кивнул в сторону спонсирования спецоперации, однако сам скинуться явно не предлагал. Бизнесу просто дали понять, что неплохо было бы поделиться. И вот эта добровольно принудительная песня сыграла и в этот раз. Хотя если вдуматься, то все становится предельно ясным. Государство вырастило олигархов для того, чтобы олигархи вырастили государство в нужный момент времени. Хотя если по чесноку скажется, это вовсе не на собственниках бизнеса, а на нас с вами. Нас либо заставят поделиться зарплатой, либо поделят наши премии сами. А нам останется только подумать, что в этом случае делать и кто в этом виноват. А между тем, на этой неделе в сети активно обсуждали политический вброс от Лукашенко. Он заявил, что Россия была готова договориться с Украиной на арендные платежи за Крым. Такой пункт он сам лично видел в Стамбульских мирных соглашениях. Но украинская сторона типа отказалась их подписывать. Хотя сама предложила вынести этот вопрос на отдельное обсуждение. И вынесла, но прийти к консенсусу не удалось. Потому что Украина подтвердила свое намерение не решать вопрос с полуостровом вооруженным путем. А Россия в лице Мединского в поисках компромисса согласилась сесть за стол переговоров. Но об аренде тогда речи не шло. А вот белорусский батька в интервью Ольги Скобеевой заявил, что шло. На это остро отреагировала российская сторона. Песков, например, заявил, что Крым российский регион и не может быть никем арендован. Бывший министр обороны ДНР Гиркин в своем телеграм-канале назвал поступок Лукашенко неумным и несообразительным. Внимание, цитата. И вот тут понеслась. Конечно, такая новость не могла пройти в СМИ незамеченной. И если бы российская сторона допустила хотя бы мысль об аренде, то, во-первых, она вынуждена была бы признать, что Крым чужая территория. А во-вторых, это было бы очередное предательство со стороны власти по отношению к тем людям, которые в 2014 ее поддержали. Поэтому, конечно, конечно, Россия и разнесла все слова Лукашенко. Хотя, вот вообще не исключаю, что завтра может появиться что-то подобное, но в отношении новых российских территорий. Ну, типа, сейчас мы освободим эти земли, проведем референдум, сделаем их российскими, а потом сдадим Украине с целью получения выгоды. И, друзья, так это уже не спецоперация получается, а бизнес-план какой-то, о котором, кстати, может знать и Александр Григорьевич. Так что в этом вопросе ждем подтверждения Белоруссии и отказов от сказанного России. И даже интересно теперь, кто кого. А вот кто кого победит в миграционном вопросе, это для нашей страны может стать серьезной проблемой. Информационное агентство ТАСС в четверг заявило, что к 2030 году Минтруд ожидает рост числа мигрантов сразу на 15%. Причем произойдет это не стихийно, а с подачи государства. За это ратует замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова. Она настолько обеспокоена отсутствием дешевой рабсилы, что предлагает начать развивать механизмы привлечения мигрантов. Напомню, сегодня, по данным МВД, в нашей стране трудится более 3 миллионов иностранных граждан. Но, по мнению Мухтияровы, это не предел. И Россия может, и главное, хочет вместить в себя еще несколько сотен. И все как бы ничего, если бы не одно «но». Несколькими месяцами ранее некоторые российские регионы начали повсеместно отказываться от трудоустройства мигрантов на своих территориях. А в четверг, на этой неделе, глава профсоюза мигрантов России так и вовсе предложил попробовать обойтись без найма иностранцев. Такая инициатива Каримова связана с попыткой выяснить, действительно ли мы чего-то стоим без относительно дешевой рабсилы. И если сами не выплывем, то вернем все на свои места. Впрочем, такой призыв к действию был воспринят главами региона в прямом смысле буквально. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов одним из первых стал участником реалити-шоу «Гудбай, мигрант» и уже два года как запретил иностранцам работать в такси, в общественных перевозках, в медицине, образовании, в социальной сфере и хлебопекарнях. При этом цены на оказываемые услуги не выросли. А вот в трудоустройстве наметился стабильный рост, потому что заместить 500 мигрантов удалось таким же количеством калининградцев. И знаете, все оказались счастливы, потому как, со слов все того же калининградского главы, сэкономив на дешевой мигрантской рабочей силе, регион получал гораздо больше расходов с точки зрения адаптации и негативных последствий. А я бы добавила сюда еще и социалку. Потому как переезжают мигранты в Россию все больше семьями. Вернее, даже не так. Приезжают с семьей из двух человек, а через пять лет их уже становится семеро. И если в Калининграде все действительно так, как расписывает Алиханов, то это, друзья, большой прогресс. В связи с чем становится непонятным предложение Мухтияровой об увеличении числа приезжих. Хотя нет, почему непонятным? В России же импортозамещение, вот и замещают грустных россиян на веселых импортных иностранцев. Кстати, а где еще на этой неделе наблюдалось замещение, так это на Петербургском экономическом форуме. Помимо бесед ни о чем, там представили новую Lada X-Cross 5, которая на деле оказалась китайским кроссовером. И можно было бы поверить, что это не одно и то же, если бы представители Lada не забыли бы поменять на руле шильдик. Хотя лично я вообще не понимаю затеи, зачем что-то менять и выпускать под своим брендом, если это чужой оригинал и, в общем-то, он неплох, но в своей шкуре. Хотя пресс-секретарь автоваза Сергей Ильинский на обвинение журналистов в копировании обиделся не на шутку, заявив, что представленная машина – это вовсе не копия, а сотрудничество с китайским автоконцерном. Верим, Сережа, верим. Вот только если бы вы уточнили, какой процент деталей в этой машине отечественной, мы бы поверили куда охотнее. А пока оценивая только внешние данные, различий-то и не видно. Хотя да, отчасти вы все-таки правы. Эти автомобили действительно разные. Разные, но только по цвету. Впрочем, обсуждали на форуме не только автопром, но и кинематограф. И, как вы понимаете, в споре между отечественным кино и зарубежными постановками победили, естественно, советские фильмы. С одной стороны, Голливуд действительно величайшая киномашина мира. С другой стороны, Голливуд последние 15 лет производит такое количество дерьма, что, в общем, может соревноваться со студией Горького 1972 года. При всем, притом технологически, все хорошо. Я имею в виду, так сказать, внутреннее качество контента. Как говорит наш любимый шеф, если человек идиот, то это на долг. Постойте, постойте. Из слов Эрнста выходит, что советские фильмы не только не победили, но также были записаны в разряд дерьма. И если вы внимательно послушали Костю, то это не я сказала, потому как именно этот персонаж в конце своей речи добавил, что технологически Голливуд, конечно, силен, а вот по уровню контента едва ли превосходит 1972-й киношный год. Но вот незадача. Именно в этом году на киностудии Горького появились величайшие фильмы, которые по праву вошли в золотую коллекцию советского кинематографа. Чего стоят одни только о зоре здесь тихие. Но признайтесь, кто из вас не пускал слезу, просматривая кинокартину во второй или в третий раз? А вот для Эрнста этот фильм всего лишь очередная киношка. И это, друзья, прям настолько злит, что аж раздражает. Вот уж где истинно хочется выразиться фразой, когда вы говорите, у меня чувство, что вы бредите. Впрочем, хочу заметить, что недальновидность Костя отметили и все официальные СМИ, потому как его комментарии не просто не осветили на федеральных каналах, но и постарались замылить в интернете. Но добрые люди все же нашлись, и патриотизм Эрнста вывалился наружу. А позже пропаганда решила оттянуть внимание на себя, закинув в сеть идею о том, что главный патриот России в опасности. Я мишень номер один для укронацистов, ну, естественно, в своей среде, в своей категории. За мной охотятся. Не удивлюсь, если за мою голову обещана награда. О чем это свидетельствует? О том, что то, что я говорю, истина, которую они боятся. Мы должны победить. А для этой цели мы не должны бояться делать крайне жесткие шаги. А главное, мы должны внутри собраться и помнить о том, что все смертны. Но есть много, ради чего стоит умереть. И одно из этого много чего – жизнь самого Соловьева. Но вы же должны понимать, что в этом неравном бою мы просто не можем дать в обиду своих пропагандистов. А иначе кто будет рассказывать нам, что мы живем в самой прекрасной стране мира, а все остальные страны нам завидуют? Кстати, ранее о том же самом заявляла и Маргарита Симонян в эфире телеканала 360 градусов. Она отметила, что теперь всегда и везде ходит с охраной, потому что Украина ей не просто грозит пальчиком, а всерьез угрожает ее жизни и здоровью. Правда, Украина ли – это еще большой вопрос. Потому как не так давно Маргарита позволила себе пройтись по личности Галкина, переворошив все грязное белье, уехавшей из России семьи. Достойно ли такое поведение федерального журналиста? Судить не возьмусь. Но в свете этих событий охранять Симонян надо не только туловище, а и собственный язык. Вот такой была эта неделя, друзья. Но я напоминаю, что на нашем канале Ирмак Мидия в субботу вышел еще один итоговый выпуск новостей. Если еще не посмотрели, переходите по ссылке в описании, там тоже есть над чем подумать. Ну а мы увидимся ровно через неделю на том же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова